Я приветствую сегодня в этом зале друзей школы-интерната номер 2, Рыбинский кадетский корпус. Неважно учитель или выпускник, родитель или учащийся. Сегодня здесь собрались именно те, кому интересно, как живет, чем занимается, какие достижения у этой школы есть. Держит ли она марку школы-интерната номер 2? 60 лет срок немалый, но мы сегодня итогов не подводим. У нас сегодня промежуточная аттестация. Мы отказались от приглашения гостей с художественными номерами. Все, что будет происходить на этой сцене, будет выполнено силами наших учащихся, под руководством наших педагогов. Я надеюсь, что вы оцените тот труд, который вложен. Готовясь к этому празднику, я ребятам говорил, что мне говорить-то? Не судите нас строго или судите строго? Не судите нас строго. Я говорю, не судите нас строго, нечего вылезать на сцену. Поэтому судите строго. Ну а для тех, кто долгое время не был в школе-интернате, все-таки хочется сказать, что школа-интернат сейчас занимает лидирующие, находятся среди лидеров. Директора сидят по праве среди лидеров по многим направлениям. Спортивным, в театральном, в экологическом, конечно, в военно-спортивном. Очень бы хотелось добавить и учебной деятельности. Мы не будем приукрашивать действительность. У нас есть над чем работать. Хотя и здесь, все-таки могу сказать, что в 2017 году из стен школы-интерната номер 2 Рыбинский-Кодецкий корпус вышел наш первый золотой медалист Рыбинского-Кодецкого корпуса. После очень большого перерыва, вот я знаю, что последний золотой медалист школы-интерната сегодня здесь в зале. Это Владимир Булько. Золотая медаль была в 1975 году. И вот в 2017 мы своего первого медалиста выпустили, первого, но, надеюсь, не последнего. Что еще? Еще, конечно, надо сказать, что мы чувствуем поддержку и городской администрации, и департамента образования. Именно благодаря их поддержке мы ежегодно проводим такие большие ремонты. Мы сделали капитальный косметический ремонт помещений медицинского блока. Это было огромное такое дело. Разбирая полы, мы обнаружили там дореволюционные еще документы и деньги. То есть, можете себе представить. Нет, не золотые, нет, не... Мы восстановили второй и третий этаж здания, которое раньше называлось спальный корпус мальчиков. Ввели таким образом в образовательный процесс 9 новых кабинетов, которые полностью оснащены. В этом году мы сумели сделать капитальный ремонт кровли над спортивным залом. Сами, конечно, это сделать сложно. Поэтому я благодарен городской администрации, департаменту образования за эту поддержку.